ребята всем привет пьют кофеек за ваше здоровье за ваши заработки тем более яндекс он рекламу вешает что мы зарабатываем там чуть ли не миллионы в общем сегодня короче хотел обсудить почему я не вожу наличку и вам вообще рекомендую этого не делать никогда ни за какие блять чаевые и прочие плюшки как говорят как многие рассказывать типа ты теряешь там все че все чаевые наличные это все бред ребят я объясню почему я работал раньше напрямую еще до вот этих всех нововведений напрямую с яндексом как самозанятый то есть там были покупки смен я только ради этого работал ради покупок смен ну и там моментально на карту строить безналичные заказы то есть которые списывались с пассажиров они поступали сразу на карточку как бы и ты мог там пойти сразу магазине расплатиться ну или там снять налички в любом банкомате вот принципе других плюшек не было я не мог отключить эту наличку то есть там таксометры я отключал наличку но когда ты приезжаешь зону кэф она автоматически включалась то есть там писать типа высокий спрос и якобы ты должен возить все подряд и наличку и по карте и все такое вот вы представьте как нужно было меня я вообще очень спокойный человек по натуре то есть на представьте как меня нужно было довести доебать так сказать грубо говоря чтобы я ушел от этой самозанятости в парк платить лишнюю там комиссию но только чтобы мне отключили эту наличку я объясню почему расскажу вот на примере моей работы почему я так сделал все вот заказы геморройные с проблемами у меня всегда были именно связаны с наличными то есть меня первые два раза кинули по наличке то есть ну я был там неопытный я как бы в первый раз это был пиздец короче вез чувака у него была промежуточная точка в магазине и соответственно я как бы не знал наличкой наличкой он говорит братан я здесь магаз горит выйду сейчас быстро куплю там что-то не помню вино или шампанского там к бабе ехал короче сейчас куплю короче вернусь обратно и поедем не доехали мы где-то буквально километра может полтора-два до его дома вот но он вышел магаз что я сижу там курю вышел там на улицу со 5 минут 10 минут не думаю блять куда он делся захожу в этот магазин и что думаете а там сквозной короче выход есть то есть он зашел поездка была 1300 что ли что такое он короче зашел в этот магазин и просто через другой выход и сквозанул и вышел я вас продавщица спрашиваю тут заходил чувак да он говорит ушел давно ну понятно написал в яндекс тогда мне кстати дали промокод на три часа без комиссии сейчас получить от яндекса промокод на три часа без комиссии то мне кажется роскошь какая-то блять на приоритет дает а я сказал как-то я написал она мне на приоритет скинул игр мне не оплатили это был тоже за наличку на приоритет скинул я написал в очко себе этот приоритет засуньте вот ну говорит мы не можем говорить доказать что пассажир не оплатил ягода действительно бля я же ебанутый просто так вот взял блять написал пассажира оклеветать захотел второй раз меня кинули уже там трое ребят были тоже но там было как переводом гордяга тебе переведу братан перевел в процессе поездки я затупил что-то был уставший это было ночью короче не стал проверять обычная смс к приходит а тут я что-то как-то не стал проверять он мне главный чек показал там было реально 1000 рублей перевод такому-то такому-то то есть мне но деньги так и не поступили соответственно я думал как он это сделал оказывается через там telegram или как-то через какие-то программы в общем можно любой чек сделать на любую сумму отправить там перевод кому угодно там инициалы что угодно вообще сейчас можно ребят все подделать поэтому вот это был случай 2 когда меня обманули и последней капли блять когда я сказал что я с наличкой завязываю это было когда я подавал машину 10 минут это было утро заказ был жирный там коэффициент был 280 чем-то в аэропорт то есть поездка дорогая должна была быть я 10 минут ехал приезжаю три минуты бесплатно никто не выходит 4 минуты без я звонить начинаю писать никто не отвечает я не понимаю логику в этих долбоебов вот ну ты заказал да ну ты хотя бы скажи что блин братан да не поеду я блять отмени но это было бы лучше чем он блять вот так бы там шкерился гаситься начинал они просто не отвечают трубки не берут ну в чем проблема просто блять я не понимаю в чем проблема сказать что я не еду там братан отмени я бы там ты отмени сам у тебя ничего не спишется они настолько тупорылы эти блять пассажиры которые игру за наличку большинство ездит дегенератов каких-то вот не в обиду кто за наличку ездит но блять большинство дегенератов я не знаю почему вот говорят чаевые горит там в наличке окей чаевые получил ты там 30 50 рублей чаевых хорошо дальше ты едешь на заказ опять у тебя подача 7 минут ты приезжаешь 7 минут ты ехал потратил бензин три минуты бесплатного ждешь уже 10 минут никто не выходит звонишь пишешь на звонки не отвечают у тебя на экране выходит заказ отменен блять и того сколько ты потратил 14 минут правильно 14 минут своего драгоценного времени ты потратил на подачу на ожидание ты не получил нихуя с этого заказа еще твои вот эти 20 30 50 рублей чаевых как бы окупают вот эту подачу потери времени я считаю вообще никак не окупают вот так раз ты 22 приехал три раза так приехал на адрес никто не вышел наличка для чего они же заказывают это не потому что они у них наличные и у них денег нет на карте как правило они потом садятся тебе в машину и говорят а можно вам перевод блять сделать а нахуй ты за наличку я а я говорил сюда нельзя мне переводе у меня нет карт ищите наличные меня не ебет ищите на ку как так у вас что нет карте нет у вас стоит оплата наличными будьте добры мне подготовьте и пожалуйста без сдачи а у вас должна была сдача быть игру меня я вам ничего не должен и у меня тем более не должно к вам никакой сдачи быть вы выбираете оплату наличкой будьте блять добры до копейки мне рассчитать чтобы я никуда не бегал не менял приведу еще примеры почему я не вожу наличку садится хер то у него блять проблета у него не хватает денег братан у меня там 450 рублей давай как-нибудь порешаем там вот это было нормально вот это начинается темы короче я гране никак не порешаем давай груши там переводи бля занимай где хочешь то блять поездка на 500 рублей доезжаем до конца он дает 5000 я груну бля ты чё чувак издеваешься причем у него есть деньги знаете в чем прикол я гру сейчас мы с тобой пойдем поменяем эти 5000 и о чудо блять у него чудодейственным образом откуда появляются другие деньги то есть фишка здесь чем скорее всего 5000 эти фальшивы и он тебе даст эти 5000 ты ему дашь 4500 сдачи он эти 4500 себе заберет а ты блять будешь вот этой пяти тысячной фальшивкой потом хуй сосать потом начинается у них проблемы с переводами блять то есть ну я логика пиздец конечно он едет за наличку но они все как правило тебе все равно потом делают перевод на карту делается это для чего они прекрасно знают что здесь за наличный он может в любой момент отменить похуй что ты к нему там ехал он отменит с него ничего не спишь только ради этого они делают нет никакой блять надобности вызывать за наличные просто так просто так никто не вызвать я понимаю что бывают случаи да у людей когда реально у тебя только наличка но обычно такие люди хернёй этой не страдают он вызвал ты приехал там уже человек стоит его забрал и уехал как бы потом начинают еще случаи были брат у меня интернета нет блять раздай мне интернет да ты ёбнулся с какого хера я тебе что-то раздавать должен тебя стоит наличка будь добрый давай мне наличкой блять нет он ему интернет нужен понял чтобы он мне перевод сделал я не хочу может чтобы он мой личный номер знал вообще мало ли чем потом там у него какие-то там в голове будут действия мало ли может он там захочет заблокировать мне счет или чего у него в башке хер его знает сейчас мошенников разных полно я вообще не доверяю никому либо говорят да его же едешь гориша заплатите пожалуйста сразу если у вас наличка не тогда там доедем разберемся брат приезжаешь блять такой бля у меня не хватает давай найдем банкомат давай заедем магазин давай вот там я сейчас сниму бля вот этот геморрой опять же трата времени ты ездишь ищешь этот банкомат там это платное ожидание он ныть начинает бляда чё такое ну вот я тогда я сейчас сниму он может выйти пойти в этот банкомат и не вернуться блять я больше чем уверен таких случаев тоже много было вы кстати меня тоже такой обманывали он выходил банкомат казалось бы куда он сука денется из этого торгового центра ну куда-то делся охране сказал он зашел до охранник сказал что он зашел и он просто исчез то есть другого выхода в торговом центре не было куда он делся я не знаю я же не буду ходить его по сортирам блять искать делать на нехер а потом бывают сажают какую-нибудь пьянь блять вот пьяного там или пьяную садь брат отвези ее там куда-нибудь до дома он тебя платит да блять оплатит он то может оплатит ну опять же он начинает там искать в карманах блять вот эту пьянь надо выкидывать выводить он там начинает блять пытаться перевести попадает не в те кнопки вот нахуй ну зачем это надо вот ради этого я тоже отказался от налички ну постоянной отмены заказов я уже сказал когда ты едешь приезжаешь блять никто не выходит на сообщение отвечают вот это я вообще не понимаю ну как бы ты видишь за тебя ждет такси блять но отмени ты сразу нахер у тебя же не спишь никакие деньги либо они настолько тупорылы что они думают что у них за наличные что-то спишь я не понимаю вот этого прикола я бы вообще нахер запретил яндекс такси вызывать вообще вызывать такси за наличные вот я давно вот как только я отключил наличку меня вот это все блять дегенераты отсеялись моментально просто да бывают за по карте тоже проблемы там но просто перевод там переводится на наличку но это обычно у человека не хватает денег на карте но тут у меня тоже вопрос какого хуя яндекс позволяет вызвать человеку по карте если у него изначально там нет денег вот это тоже очень как-то странно еще такой был случай когда меня пытался тип развести но у него не получилось значит мы приезжаем уже на адрес у меня наличка стоит оплата он короче начинает выходить я говорю друг а куда ты пошел гру оплата наличными как наличные у меня по карте он мне показывает реально приложение свое у него стоит по карте я думаю что-то блять не то короче дай-ка я наберу в поддержку я говорю ты подожди не выходи я дверь заблокировал короче специально чтобы они кончено он такой дачу такое вот по карте все нормально я грудь и вижу меня на наличными написано как может по карте быть я звоню в поддержку гарручем прикол я говорю объясните он по карте у меня стоит наличными в поддержке девушка говорит да у него оплата наличными стоит то есть по картину ни как не ставилась я на него смотрю говорю еще из за хрень он такой да какая-то ошибка в общем он не перевел бабки но как оказалось он сделал когда вызывал такси он сделал скриншот что у него стоит оплата карты там как бы моя фотография там рейтинг мой показан ну адреса точки а точки было мне показывать скриншот оплата карты потом он поменял на наличные видимо то есть он за наличные вызвал но сделал вид что он типа по карте вызывал и пытался меня наебать короче кинуть на бабки там на 320 рублей но пытался короче кино у него не прокатило я естественно пожаловался там на него ну опять же пожаловался поделим похуй там не им они скорее там заблокируют водителя чем заблокируют доступ вот этому мара мою потому что он же их кормит яндекс все равно свою комиссию заберет даже семья кинут ему похуй кинули меня или нет он не промокод пришлет там на приоритет или как горитом писал кто-то в комментарии лучики добра мне пришлет лучиками добра я этими в магазине пойду расплачу я скажу мне яндекс денег не дает у меня вот приоритет есть давайте приоритетом вас расплачусь как бы все и продукты заберу потом были случаи когда ему говоришь он говорит я вам переведу говоришь ему телефон раз блять говоришь телефон он блять не туда набирает 2 1 3 я уже на бумажке писал номер ему давал блять чтобы они не ошибались потому что могут вообще бабки не туда отправить были случаи когда садятся тоже эти мара мои быдланы я не знаю наркоманы или кто они там рейтинг у них там бля 4 какой-нибудь 74 60 садятся начинают моросить искать бабки ты понимаешь что денег у них нет потом они говорят бля давай мы в ломбард за и ты начал я реально ездил вот так с двумя долбоебами по ломбардам я не знаю он пытался телефон ну один у меня здесь сидел чтобы они не съебались на это грудь и никуда не пойдешь блять пока твой дружок вот не придет бабки сегодня принесет я говорю либо мы ездил когда мы второй ломбард приехали он сказал меня не покупают я говорю мы едем к мусорам извиняюсь в полицию беру едем я вас сейчас сдаю от вас воняет говорю от них реально какой-то травой гашишем или чем-то вот воняло просто нереально я говорю сейчас отвезу вас просто ближайшее отделение вас там тепленьких примут он начал да я сидевший мне похуй игру грамм не тоже похуй игру я сейчас просто вас обоих поеду и сдам как бы вас там суда с удовольствием примут в общем нашли в третьем ломбарде у него купили телефон он мне отдал деньги я сказал пошли вон нахуй отсюда блять оба чтобы я вас больше не видел чтобы такси блять бы как веру ты заказываешь сука такси блять когда у тебя денег нет на кармане вообще ну то есть понимаете да вот и вот эти все совокупность вот этих вот случаев факторов меня сподвигло на то чтобы я вот эту наличку просто вот так вот блять сказал нет уберите нахуй не хочу возить вот это говно и знаете мои нервы стали спокойней я не вожу больше вот этих пьяных этих маромоев быдланов наркоманов которые блять у них проблемы постоянно с деньгами они не просто так вызывают за наличную не просто так это все делать игру это делается двух случаев когда вас хотят наебать и когда они знают что они в любой момент могут отменить заказ вот только ради этого вот ну посчитайте вы свои какие нахуй чаевые но оставь я же вы же объяснял оставим там либо 50 30 рублей чаевых ты на два-три заказа приедешь просто так постоишь там блять 10 15 20 минут потеряешь совокупности с трех заказов ты час может больше потеряешь и вот включи свои мозги и теперь посчитать стоит ли вот эти 50 рублей чаевых вот этого потерянного времени я думаю вообще как бы не стоит ни разу поэтому работайте через парк там отключайте наличку перестаньте давать возможность вот этим маромоем вас кидать блять перестаньте их приучать к наличным перестаньте их учить тому что они могут в любой момент вызвать такси и в любой момент когда ему заблагорассудится отменить ему по херу что ты ехал к нему что ты потратил время что ты потратил бензин поверьте пассажирам похуй вообще на это. Он знает, что он может в любой момент отменить, и ему за это ничего не будет. Только ради этого они вызывают наличные. Поэтому, ребят, работайте только по безналу. Я, может, понимаю, там в каких-то маленьких городах, там, возможно, все надо, но это маленький город, там, как правило, все друг друга знают, и поездки там копеечные, там, не как в Москве, там, не как в Питере, не как в других крупных городах. Вот, как бы, все нормальные ребята, которые это поняли, давно отказались от налички, и возят только безнал. Только безнал, ребята. Советую. Ваши нервы будут спокойнее. Ты едешь на подачу, ты знаешь, что если там кто-то не выйдет, тебе за эту подачу все равно заплатят. Да, бывает, тоже отменяют, но это не так часто происходит, как это происходит по наличке. Я вот, поверьте моему опыту, да и опыту других водителей, вам расскажут. Не только я это жалуются и расскажут. Как говорится, ноют опять, ноем, блядь. Не только я вам об этом расскажут. Так что ребят, он ли безнал, все, никакой налички, нахер, никакие чаевые, это все не оправдывает потерю вашего времени, еще раз говорю. Поэтому всем удачных пассажиров, зеленых дорог, огромных чаевых. Чаевые, кстати, оставляют и по безналу тоже часто. Мне вот сколько, очень часто оставляют там, ну, 50-30, бывает 100 рублей кто-то ставит, как бы. Чаевые здесь тоже в безнале есть. Я не знаю, что вы так прицепились к этим чаевым. Да какие, блядь, чаевые в экономе? Забудьте нахер про чаевые, работайте по факту, блядь, оплаты и все. Как бы у вас не болит голова, что сейчас какой-то, блядь, дебил сядет, либо наркоман и будут там проблемы с оплатой. У него по карте стоит, все, вы приехали, завершились. Даже не думаешь там, блядь, не перевод, не надо искать там, ездить размен, все. Он оплатил, вышел, до свидания, сразу поехал на другой заказ. Как бы, во. Советую только по безналу работать. Поэтому еще раз говорю, всем удачи, зеленых дорог, огромных вам чаевых, адекватных пассажиров, ни гвоздя, ни жезла. Всем спасибо. Пишите комментарии обязательно, я все читаю, все смотрю. Всех лайкаю, всем отвечаю. Поэтому общаюсь со всеми, как говорится. Всем пока, ребят. Субтитры сделал DimaTorzok